Лучше один раз увидеть, чем восемь раз резюме по почте отправить. В Ирниту прошел день карьеры. Около 50 предприятий, компаний, фирм разных форм собственности, региональных и с российского запада, дали возможность студентам Иркутского политеха персонально познакомиться со своими кадровиками и даже потенциально трудоустроиться. Самая большая база вакансий в центре занятости Иркутска – 16 тысяч мест. И работодатели, конечно, обращают внимание, опыт работы, вообще амбиции выпускников и студентов. В первую очередь желание работать. Заработная плата, как правило, без опыта работы, невысокая в вакансиях. Но, тем не менее, нужно заявить о себе, проявить себя на рабочем месте. За последние 10 лет университет опробировал разные формы дополнительного обучения, позволяющие выпускнику в 2-3 раза быстрее адаптироваться на рабочем месте. Взять хотя бы тот же корпоративный учебно-исследовательский центр «Иркутско-энерго» Ирниту. Раньше у них адаптация выпускника занимала 5 лет после окончания университета, то сейчас это фактически он сходу после окончания университета приходит на работу и уже не нужно никакой ему адаптации. Он уже адаптирован во время обучения на старших курсах по работе в той бригаде, на том предприятии, куда он идет. Об этом и о новых форматах в очередной раз говорили на круглом столе с индустриальными партнерами. Обмен проблемными вопросами помогает отточить образование студента. Статус национального исследовательского университета позволяет ВУЗу разрабатывать собственные образовательные стандарты и создавать программы, которые скорректированы под запросы предприятия. Еще из новых форм развиваются современные цифровые технологии. Мы понимаем, что тоже заочное обучение требует переформатирования. И компаниям не всегда удобно отпускать работника на длительный период на обучение. Поэтому мы внедряем онлайн обучение. Первые два года заочное обучение сейчас у нас в онлайн режиме. Они обучаются онлайн. Соответственно, это экономится время предприятия на правку работы. На работу экономится время компании на оплату обучения эти первые два года. А с третьего курса он приезжает к нам, уже проходят более серьезные предметы у нас в непосредственном университете. В образовательном процессе есть и третья сторона. Сам студент, которого сегодня интересует не только одна заработная плата, но и перспективы. Ну, потому что все же это решает. Потому что если сидеть 10 лет на одном месте, то ничего не будет. А если они дают дорогу молодым, то это здорово. По скромным подсчетам организаторов дня карьеры в Ираниту работодатели увезли около полутора тысячи анкет и заявок на трудоустройство и прохождение практики. Это мероприятие интересное, так как если смотришь компании в интернете, то ты не можешь задать им вопросы, что-то узнать. И порой, когда ты скидываешь им резюме, они могут даже не ответить тебе никак, просто даже не смотреть. А если устраивать такие мероприятия в политехе, то ты можешь напрямую поговорить с руководством, задать им вопросы, дать резюме, заполнить какие-то анкеты, спросить свои вопросы, пожелания, может, какие-то сказать. То есть в этом плане лучше.